всем привет дорогие друзья это диван вопросов от родителей и сегодня у нас гостях невероятные потрясающий петр здравствуйте пожалуйста вот на ту камеру меня зовут петр макрушин мне 27 лет я женат у меня есть двое детей мальчик и девочка я служу в церкви иванских христиан духе апостолов там и родился и родился в христианской семье да поэтому петя у нас на программе сегодня добро пожаловать давай начнем уже рассуждать давай давай начнем своего детства в твое воспитание как ты его охарактеризуешь она была жестким под контролем как как это происходило то есть отношения с родителями расскажи нам это интересно мои родители веровали в начале 90-х и поэтому они тоже пошли таким своим путем вот в каких-то моментах они были первопроходцы но вот что отличает очень многих людей тех кто пришел там 90-х годах даже от сегодняшнего христианства тогда действительно люди пришедшие из мира и и стоят реальности из коммунистической они действительно по-настоящему так влюбились в бога вот и желание было именно воспитать своих детей правильно читали много литературы ездили на какие-то конференции общались пасторами все впитывали для того чтобы максимально детей воспитать именно в новой реальности не в той в которой они были воспитаны в этом атеистическом коммунистическом мире ты единственный ребенок семьи нет нас нас трое мой младший брат на год меня младше погодки с ним и еще один брат на 6 лет меня младше вот мы росли такой дружной мужской компании вот три брата три брата да ты когда рос ты уходил сам церковь тебя был интересен бог или ты ну покаялся позже как как это происходило я помню что когда мы росли у нас достаточно большая была церковь и я помню личное переживание бога именно в детском возрасте я помню когда пели мои родители или звучал какое-то слово в в церкви я помню именно вот это ощущение когда происходило божье присутствие конечно когда в дальнейшем уже наступил подростковый возраст вот то именно когда начались вот эти внутренние процессы когда нужен начинаешь начинаешь мыслить и задавать бог какие-то определенные вопросы то в какой-то момент это может быть связь она на какой-то момент была потеряна ну то есть я был момент отступления дрейли я бы не сказал что это было отступление но это было такое как так сказать падение определенное но чтобы там как 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 есть такое сказать выражение что чтобы подняться на более высокую высоту да то есть нужно сначала опуститься чтобы именно подняться вот с определенные допустим вы с определенной горы ты спускаешься сначала вниз и потом поднимаешься вверх поэтому моей жизни было определенное такое падение что я считаю что где-то это пошло мне на пользу но ты уходил в мир то или как ты знаешь и и в определенный вот отрезок времени я пытался как-то с дружиться с этим миром там с какие-то компании связаться это еще было в школе пил курил да вот это все нам интересно на курить я не пробовал вот никогда ни разу не попробовал так еще до сих пор и на тисне попробую вот но только пассивно пассивно ну потому что среди среди вот меня было всегда такое как бы желание как-то соединиться что лесод со своими сверстниками потому что у них были определенные интересы но что интересно что я как будто всегда на себе чувствовал определенную защиту то есть я не мог стать таким как они я не мог так пить как они я не мог так говорить как они я не мог так вести такой образ как они потому что очень важно родительская молитва и вот родительские вот эти наставления все они определенные создают вокруг тебя купол вот и на не знаю там может быть я этого не видел но вокруг меня может быть летали ангелы которые защищали меня ну а как ты чувствовал это вот ты чувствовал именно это как с любовью что тебе этого не хочется или как ограничение скорее я я чувствовал то что у меня это просто не получается то есть быть таким как они то есть мы тебе это это страшало меня это не это вызывало вопрос прежде всего богу почему я не могу стать такой как вот мои сам сверстники в определенный момент у меня тоже случился такой ну я бы сказал кризис я вырос в достаточно такой я бы не сказал что мы бедно жили но мы жили ну вот такой средний достаток вот и мы учились в достаточно такой престижной школе потому что она находилась у нас во дворе вот и мои сверстники основном это были там дети очень из богат из очень богатых семей и определенный момент у меня просто складывалось но такие вопросы к богу почему у меня нет там почему я родился именно вот в христианской семье там к вот мои родители они вынуждены как бы вот ну вот вот так вот жить какой то они сейчас живут и я не понимал почему как бы вот мои родители не могут быть такими же богатыми как вот у этих детей вот я не сказал бы что у меня была какая-то обидно бога но определенные вопросы это вызывало и нос с течением времени просто как бы сам себе ответил почему это так и и все ответили с нички когда ты все равно идешь за христом вот то что то нужно оставить вот моих родителей был шанс когда они были молодыми они учи учились именно в московском очень престижном заведении на оперных певцов и у них был шанс стать такими мировыми звездами оперными как как сейчас там или занять какое-то место на эстраде вот они кстати учились в одном там учебном заведении где учился филипп киркоров дима билан вот и изначально и когда пришло вот это пробуждение в их в их среду они бы еще были тогда студентами то нужно было как бы заплатить какую-то цену то есть что-то нужно было оставить для того чтобы пойти за христом поэтому не получилось такой большой кори выдающиеся карьеры но получилось то что мы сейчас имеем это мои родители они живут в браке они счастливы у них трое ценовей уже получается двое внуков и я вижу только как бы что чтобы идти за христом нужно платить какую-то цену это очень сильные слова вот сейчас ты как бы сам платил такую цену я думаю что еще все равно все впереди вот потому что сейчас мы живем в достаточно спокойное время хотя и видим есть случаи когда люди в нашей стране страдают за христа и должны заплатить определенную цену за свою веру вот но я думаю что все равно еще время и таких больших испытаний она придет наше время и наши наши задачи сегодня это быть готовым запасаться вот этим маслом как в той причина который иисус говорил и ну я не сказал чтобы ждать каких-то больших испытаний в испытании они могут прийти в жизнь и не только из-за каких-то гонений может заболеть ребенок может еще какие-то трудности наступить но важно сейчас быть именно осуществлять эту подготовку по воспитанию мне интересно как вот есть какие-то принципы главные которые тебе родители передали которые ты его сейчас воспитываешь своих детей которым ты следуешь да есть есть определенные принципы я бы не сказал что я сейчас сам своих детей начинаю воспитывать потому что они еще в игрушки играются вот и какие-то принципы начинаем уже все равно внушать вот одним из таких принципов для того чтобы вообще вот остаться как-то в боге не уйти в этот мир очень важно чтобы постоянно было христианское общение вот постоянно чтобы дом был открыт для гостей чтобы чтобы было вот это как написано в посланиях ревнуйте о стран приемстве гостеприимстве будьте гостеприимны вот это это очень важный принцип потому что я помню что даже при всей какой-то скудости и бюджета там определенного тогда когда в наш дом приходили гости то мама покупала самое лучшее и и все самое лучшее было для гостей я помню что христианское общение она воодушевляла вообще и как давал какую-то стимул жить и приобретали друзей и какая-то вот эта молитвенная поддержка была вот это очень важный принцип второй принцип это конечно же совместная семейная молитва вместе с детьми очень важно чтобы родители видели дети видели своих родителей как они как вот относятся к богу служит богу очень важно чтобы родители дети они видели как вот мама и папа они поклоняются богу в церкви поэтому очень важные советы могу дать чтобы чтобы если вот в вашей церкви какой то есть там воскресная школа не отпускайте сразу детей именно воскресную школу пусть они какое-то время они побудут вместе с вами посмотрят как вы поклоняетесь господу посмотрит как вы поете посмотрите как посмотрит как они как вы слушаете слово божье это очень важно поэтому потому что я видел своих родителей и поэтому я хочу чтобы мои дети также видели меня как я отношусь к моему богу ну да ты сейчас прочитал библию я думаю что нам нужно проверить насколько все-таки ты хорошо общаешься с богом насколько часто через библию готов у нас рубрика знание библии с петей эстер имела двоюродного брата который вырастил ее потому что она не имела ни матери ни отца как его зовут миссах хадаса мардахей или аман конечно же мардахей и это правильный ответ кто из нижеперечисленных мужчин в ветхом завете были взяты на небеса не испытав смерти енох и или авраам и исаак моисей и или моисей и аарон первый енох и или и это правильный ответ отцом кого стал енох в возрасте 65 лет и и ареда конрада или конрада иосифа или мафусаила я думаю что вот последние только это у тебя очень хорошая интуиция эта книга говорит о десяти заповедях божьих о моисея и о сорокалетнем пути израильтян к земле обетования может сразу знаешь мне кажется книга исход да ладно я думаю с тобой почти бессмысленно играть в эту игру какое дерево иисус сделал увядающим потому что она не приносил плоды смокловник груша яблоко апельсин или инжир наверное инжир петя спасибо тебе большое тебе нужно будет сейчас вот прямо на ту камеру сказать один совет дайте родителям по воспитанию детей и один совет детям по воспитанию родителей дорогие родители уважаемые мне не такой большой опыт жизненный вот чтобы может быть давать какие-то дельные советы но хотелось бы сказать из жизни моих родителей и из того что я уже понимаю на данный момент всегда держитесь за бога никогда пожалуйста и в нем не разочаруйтесь если у вас есть какие-то трудности именно в воспитании детей ищите ответа в боге ищите ответа в библии ищите ответа среди верующих людей не ищите ответа в источниках этого мира в психологии которые очень плотно сейчас так проникает протекает в структуру церкви какие-то вот эти методы воспитания да пожалуйста держитесь господа и его заповедей черпайте вдохновение в каких-то библейских примерах или даже анти примерах и я думаю что господь он сохранит вас и ваших детей и будет вот это будет вот это преемственность поколений и самое важное чтобы мы все когда-то однажды встретились на небесах родители дети бабушки дедушки внуки правнуки чтобы мы встретились на небесах и мы там друг друга обняли радовались и у нас было все хорошо с господом всю вечность петя спасибо тебе еще раз большое я думаю что каждому такие советы будут нужны это очень важно еще раз себе большое спасибо с вами была ваша любимая программа диван вопросов от родителей пишите ваши вопросы задавайте их нам и петя будет всегда на них отвечать все программы подряд а с вами был никит никитин пока а